Командные соревнования это, пожалуй, самая интересная дисциплина для зрителей в фехтовании. Здесь ты болеешь не за кого-то одного, а за всю свою родную страну. Особенно приятно переживать за соотечественников на домашней арене. Мне кажется, зрелищный как раз командный вид спорта и командные соревнования. В тяжелой атлетике тоже есть командные соревнования, в частности, я занимался гирями, тоже это зрелищный вид спорта. Ну и интереснее болеть именно за, конечно, российскую команду. Для самих же фехтовальщиков день командных соревнований – это время, на которое забываются все личные победы, поражения и обиды. Вместе они выходят на дорожку, отыгрывают очки друг за друга и разделяют радость победы или горечь поражения. А вот юным спортсменам из Молдовы Саше и Леша Гузан приходится всегда быть рядом. Они – братья, родились в один день, ходят в одну школу и вместе пошли на фехтование. На вопрос о том, кто из них лучше на дорожке, отвечают честно и нескромно. Ну, мне кажется, я лучше, ну, не знаю, как он с этим согласится. Мне тоже так кажется. Ну, потому что у меня была травма ноги, и я много не занимался и потерял форму. В боях между собой выкладываются по полной, а вот в команде, наоборот, переживают друг за друга с особенным пристрастием. Братья Гузан – самые молодые участники турнира. Победить более опытных соперников и взобраться на высокие места им не удалось. В командных соревнованиях на этапе Кобка мира по фехтованию в Сочи среди юниоров бронзовую медаль завоевали белорусы. А пьедестал почета разыграли сборные России и Польши. Сильнее оказались хозяева. А почему под началом встречи проигрываешь? Что не получалось? Ну, тут были технические моменты. Просто кто-то где-то не попадал, где должен был попадать, и все. Как получилось собраться и переломить ход встречи? Ну, мой секрет, я уже говорил. Начали попадать. Да, а потом просто начали попадать, командный дух поднялся, и удар за ударом начали вытаскивать встречу. У девушек призовые места распределились точно так же, как и у мужчин. Беларусь в борьбе за третье место обыграла Японию, а финал завершился победой российских спортсменов над представителями Польши. России точно хватит сил. Пришел, увидел, победил. Первый домашний этап Кубка мира среди юниоров прошел очень удачно для российских саблистов. Результат тому подтверждение. Четыре комплекта золотых наград и два серебряных. Следующий этап Кубка мира пройдет в Дармагине, где наши спортсмены будут в числе главных фаворитов на самые высокие места.